Всем привет, чуваки! С вами Стэн Лютер. Сегодня мы будем открывать кейсы с нового обновления. Смотрите мой инвентарь. 75 штук. Также по инвентарю, я думаю, вы можете понять, что вас ждет в следующих сериях. Вместе с тем будем покупать новую донатную Волгу за 10 тысяч рублей. Я очень предвкушаю эти кейсы, потому что там добавили новый гелик. 6 на 6. И я очень хотел бы его выбить. Если не его, то что-нибудь другое очень ценное. Но первоначально этот гелик, потому что прошлый гелик 4 на 4 сейчас на разных серверах и оценивается от миллиарда до полутора миллиардов. То ли 2 миллиарда. Поэтому я думаю, что этот гелик будет цениться тоже очень сильно. Я думаю, ну сотни миллионов рублей точно. Если я смогу его выбить, это будет что-то с чем-то. Так, сервер перезагрузится через 5 минут. Если у нас фигня выпадет, я надеюсь, что кейсы вернутся. Поэтому открываем быстрее. Перетаскиваем кейсы. Использовать. Ну что, пацаны, начинаем? Смотрите, смотрите. Рыжика я не хотел бы ничего этого выбивать. Пиратский пояс. Это, конечно, интересно. Здесь есть у нас эксклюзивный трактор. Но, если честно, я думаю, что он никаких денег не будет стоить. И также, помимо большого гелика, есть маленький. Это тоже было бы интересно. Короче, пацаны, открываем, пока не произошел рестарт. Первое открытие. 120 рублей минус. Да, спасибо. Я так понимаю, они в лучшую сторону пофиксили эти кейсы. Сейчас рыжик. Бэха за 200 тысяч. А вы представьте, эти кейсы сейчас продают по 600 тысяч рублей. И плюс еще ключ. Это сколько лямов мы уже потеряли. Ой, какой гелик. О чем вообще идет речь? Три минуты, пацаны, осталось. О! Ага, да. Размечтался. 300 тысяч. Пока что, пацаны, полная херня. Честно говоря. Но, кстати, я очень давно, несколько месяцев назад, слышал от разработчика, что если ты открываешь 50 кейсов, то 100% тебе выпадет либо золотое, либо фиолетовое. Поэтому хотя бы что-то одно, я так понимаю, должно выпасть. Так. А что это такое? Смотрите, Мерседес Эска. А показывается этот Мерседес. Давайте заберем и проверим. А ну-ка. Так, забираем. А здесь, смотрите, здесь уже Ешка. Так, интересно. Если это то, о чем я думаю, то это отобьет. Ага, да. Спасибо. Пацаны, 2 минуты до перезапуска сервера. Давайте открываем. Короче, зря радовался. Посмотрим, что будет после перезапуска сервера. Что-то меня вообще это не радует. Ну что такое? Вообще не серьезно. Так. Мне кажется, вообще, ну что такое? Да. Да-да. Пацаны, нам просто надо обмануть эту гребаную ракетку. Выйдет ролик с казиком. Запомните эти слова, когда я говорил про ракетку. Запомните мои слова. Потом можно будет сделать нарезку. Забираем. Нам просто надо обмануть эту ракетку. Ну сейчас уже не так искренне может и не повезти. Да. Сейчас уже не искренне было. Я думаю, этот трактор можно будет просто потом за полтора ляма сдавать. Я не думаю, что он дороже уйдет. Слушайте, такая фигня выпадает, что я даже, знаете, и не тороплюсь как бы перезапуска. Может что-то лучше будет выпадать? Может пофиксят как-то? Кстати, интересно, сколько будет стоить этот трактор? Кстати, вместо трактора мне писался Брабус. Брабус Исеки. Это реально Брабус? А прикиньте, сейчас машинка выпала бы. Так, документы на транспорт. У него густоимость 30 тысяч рублей. Но я думаю, лучше продавать в кейсе тогда. Но я себе одну оставлю, мне приятно. Буду кататься по своему двору. Сервер перезагрузился. Но это мне никак не помогло. Потому что кейсы как были, так и остались. Но я надеюсь, что они пофиксили рандом. Потому что это никуда не годится. Сколько я открыл кейсов, одну белая падает. Это несерьезно. Вот они меня услышали и дали мерс. Даже это не пофиксили. Ладно, открываем, пацаны. Так. Ага. Я чувствую, как меня имеют. Мне прям больно сидеть. Ой-ой-ой. Давайте быстрое открытие. Но это смешно. Ну, спасибо. Красные полтора ляма стоят. Ага, рыжик 5 тысяч. Опа. Опа. Вот это уже хорошо. Посохи ценятся. Я надеюсь, что он будет стоить хотя бы 5 лямов. В конечном итоге мы все равно в минусе. Но, подождите, это хорошо. Это даже, видите, прямо перед... Опа. Мы продадим, пацаны? Не, ну давайте оставим. Вот сейчас что-то уже хорошо начало давать. Да? Нормально. Ну, я... Давайте я продам. Фиг с ним. Немножко, немножко пришлось терпеть и уже начало давать. Может, надо было сразу по-быстренькому это делать. Но так, в основном, пацаны, вы видите, одно белое падает. Это, ну, смешно. Так, знаете, что я удивляюсь? Сколько у нас осталось-то? Пацаны, мы уже 35 кейсов использовали. И за 35 кейсов одна фиолетовая. Это прям серьезно. И несколько красных. Да, я не знаю даже, как это комментировать. Это просто жесть. Я не представляю, как это можно за свои деньги покупать кейс за несколько сотен тысяч. Покупать ключ за 120 рублей. Но это... Но зато, пацаны, если выпадет гейлик, это отобьет просто все траты. Ну, все траты просто это отобьет. Ну, а этот... Мне уже мерещится этот гольф. Ну, это несерьезно. Подождите, что у нас там? 24 кейса осталось. Да, да, да. Херня. Полная херня. Есть, кстати, тактика, которой многие пользуются. Они ставят кейсы в рюкзак и вытаскивают по одной штуке. И так, мол, шанс что-то выбить больше. Мол, система думает, что ты нищий. Давайте проверим. Я буду вот так вот понемножечку вытаскивать и будем смотреть. Давайте начнем с первого. Положили, используем первый. И, кстати, без быстрого открытия. Сейчас затестим все фабрики. Все тактики. У меня ощущение, что ничего не изменится, честно. Мне кажется, как будто бы золотого не будет. Но я хочу очень сильно верить, что оно все-таки будет. Понимаете, я как бы сотрудничаю с Радмиром. Я не хочу делать плохую рекламу, понимаете? Но в то же время я и хочу быть честным. И на двух стульях не стоит сидеть. Но пока что, пока что. Я вот не помню кейса хуже, чем этот. Честно. Но давайте с другой стороны посмотрим, да? Мы можем открыть 150 таких кейсов. И если за 150 кейсов нам выпадет одно золото, то одно золото, то бьют 150 кейсов. Да? А у нас 75 их. Поэтому, поэтому получается так, что это выгодно. Но это такое должно быть везение. Это просто я не представляю. Вот брать за свои деньги, покупать эти кейсы и открывать по одной штуке. Надеяться, что тебе там выпадет золотое. Это, конечно, надо иметь очень большую удачу. Мне кажется, если в казик пойти, то больше шансов что-то выиграть будет, чем вот это. Хотя, с другой стороны, знаете, есть люди просто безумные. Я не знаю. Я бы вот, чтобы я лично так покупал кейсы, открывал, я бы такого не делал. Хотя, сейчас мне золотое выпадет. Посмотрим, как я буду говорить. По сути, уже больше 50 кейсов мы открыли. Нам дал один... Что там нам дало? Один посох. Посох это, конечно, хорошо, но не знаю. Что это? Пиратский пояс. Я уже испугался, я уже думал, что-то там золотое. Ну, конечно, понадеялся. Все, что нам нужно, это просто разными способами обмануть эту рулетку, блин. Не совсем у нас это получается, конечно. Это еще, пацаны, получается. Мы 65 кейсов где-то плюс-минус открыли. Вы сами видите итоги. Мне кажется, штук 50-55 это вот чисто вот этих гольфов. 8 штук осталось. Я просто представляю, как это видео смотрит Дуршляк или Ковалевский. Да. И я сижу и говорю про их кейсы. Ну, а что поделать? Я говорю правду, как есть. Вот кейс. Вот что падает. Что хотите? Что есть, то и имеем. И после этих слов выпадает золотое. Да. Вот сейчас, вот сейчас выпадет. Вот сейчас выпадет. Да? Ага, да, гольф. Если бы я говорил, что выпадет гольф всегда, когда он падает, я бы уже был миллионером. Мне просто смешно. Мне просто смешно. Но это не серьезно. Это гольф. А, нет, не гольф. Ладно, извините, я обманул. Четыре штуки. Я не верю, что за четыре штуки что-то хорошее может выпасть. Вы представляете, если на последний кейс выпадет золотое? Это будет просто фурор. Раньше на 70 кейсов выпадало, помню, одно-два золота, одно фиолетовое. Сейчас на 75 кейсов одно фиолетовое и все. Ни одного золотого даже нет. Ну, да. Не, ну это просто стыдно. Мне просто стыдно это открывать, честно. Ой, господи. Все, пацаны, последняя штука. Последняя штука. Спорим, гольф выпадет. Вот ставлю 10 лямов на то, что выпадет гольф. Если не гольф, я их просто побударю бомжу. Жига, все. Какой-нибудь бомж получит 10 лямов. Я надел, пацаны, пояс. Взял эту палку в руки. Выглядит прикольно. Но считайте, это все, на что ушли мои 75 кейсов. Стоило Алиану того? Я думаю, нет. Этот посох я не продам за 100 лямов. Сколько он будет стоить? 5 лямов, 3 ляма, 10 лямов. Короче, я разочарован. Друзья, я на съемочном аккаунте. Мне уже настроение чуть получше. Потому что сейчас будем покупать скин и тачку. И все за 10 тысяч рублей. Я даже не буду брать тест-драйв. Покупаем как есть. Все, я успешно приобрел. Это так быстро произошло, что я даже этого не ожидал. Еще бы знать, как это получить. Действительно, и где это получить? Нигде здесь нету. Ну хотя, подождите. В инвентаре есть у нас. Все у нас здесь есть. Все нормально. И тачка здесь появилась рядышком. Вообще нормально. Пацаны, приезжаем сесть. Давайте посмотрим, по чем у него стоимость. Я думаю, будет 0. Нет, 60 тысяч. Это очень хорошо, потому что эта тачка будет цениться за счет того, что у нее будет очень дешевый износ. Тем более, с этой обновой, когда износ влияет на поведение автомобиля. Максималка 275. Это, кстати, серьезно. Интересно, есть ли на нее тюнинг? Поехали посмотрим. Ну, со старта она такая резвая, как будто бы это какой-то электрокар. Слушайте, это вообще хорошо. Смотрите, сейчас Бэху обгоним. А, видели, а? Как стоячего. Не, ну так-то задний привод хорошо боком дает. И тем более, она еще и управляема в то же время. Смотрите, а? Вообще, ничего не зацепил. И она очень резвая на старте. Такое ощущение, что она как какая-то Бэха-пятерка без стейджа. Ну, что-то типа пятерки мне напоминает F90. Только она, наверное, поуправляемее будет, чем пятерка. Ну, или плюс-минус то же самое. Короче, я думаю, она зайдет людям. Сейчас проверим, что у нас здесь. О! О, вы смотрите. Ничего себе. Вот это я понимаю. Ставим. Короче, покрасили мне тачку с третьей попытки. Я думаю, что в таком виниле она выглядит раза в три лучше, чем в белом цвете, пацаны. Если на нее есть обвесы, это вообще будет пушка. Но, если честно, я что-то сомневаюсь, что они есть. Давайте проверим. Так. Ну что, смотрим. Гидравлика. Все стоковое. Ладно, пацаны, ничего нет. Как есть, так есть. В принципе, честно сказать, тачка 10 тысяч стоит. Когда-то такой же Запорожье за 3 тысячи рублей, помню, продавался. Он пользовался спросом. 10 тысяч когда-то Бентли продавалась. Будет ли эта машина пользоваться спросом за 10 тысяч? Ну, не знаю, не знаю. Я не хочу быть хейтером обновления. Оно мне очень понравилось. Но, честно сказать, прям десятку... Вот я хотел бы сказать, не заплатил бы, но я как бы заплатил. Можно так это сказать, получается. Но я для контента это все делаю, да? Вот чтобы для себя... Ну, я думаю, что если есть фанаты Волги или вообще советского автопрома, то они в любом случае купят. Ну, а так, не знаю. Вот если бы она пятерку стоила, вот это было бы, конечно, идеально. Но десятка... Ну, посмотрим, короче. Я думаю, что их не сильно будет много на сервере. Но все-таки фанаты будут. Посмотрим, короче. Вот такие итоги. По поводу донатных тем. По поводу машины. По поводу кейсов. Вы сами видите, что... О, смотрите, уже одна поехала. Вы сами видите. Пишите в комментариях, как вам реакция, как вам кейсы. Мне очень интересно почитать ваши реакции. Заходите в комментарии, буду отвечать. С вами был Стэн Лютер. У меня еще есть два ролика. Как я крафчу ламборгини, которые еще в съемках. И о том, как я буду все проходить испытания. Поэтому, пацаны, подписывайтесь и смотрите. Это нельзя пропустить. Пока.